Симбирская кругосветка В этот раз мы решили отправиться в Новомолоклинский район. Признаемся, погода не радовала красками и солнышком. Тем не менее, нам удалось сделать маленькое открытие. Новомолоклинский район Нужно отметить, что дороги Новомолоклинского района подвеску автомобиля, мягко говоря, не балуют. Тем не менее, муниципалитет является одним из красивейших уголков Ульяновской области. Утиное озеро, озера, каракуль и орешник, Новочеремшанский государственный заказник – это неполный список интереснейших природных мест. Однако весеннее бездорожье закрыло большинство природных объектов, оставив нам только культурные. Начать мы решили с села Старая Малыкла. Когда-то здесь был красивый древний храм. Сейчас от него ничего не осталось, кроме сосны – ровесницы храма, который, по уверению старожилов, около 250 лет. В последние годы в районном центре Новой Малыкле озаботились благоустройством общественных пространств. Поэтому с представителями района встреча была назначена на недавно отремонтированной площади флагов в центре поселка. Наш туристический маршрут начинается с трактора «Универсал». Этот трактор «Универсал» открыт в честь первых колхозников Новомалклинского района. Чем он памятен, этот наш трактор «Универсал»? Во время митинга была заложена капсула с посланием для потомков Новомалклинского района. Наш Новомалклинский район славен, во-первых, конечно, людьми, нашими людьми, тружениками. Что еще можно посмотреть? Наши родники посмотреть. Верхнеякушинский родник, Ивановский родник. Родники, которые расположены в высококолковском сельском поселении. Они все у нас освещены, эти родники. Можно посмотреть дом крестьянина Малого, который у нас находится в Средней Якушке. Дом Пластова крестьянина, который находится в Нижней Якушке. Можно посмотреть храм Верхней Якушки. Сперва мы решили побывать в районном краеведческом музее. В отличие от многих других музеев, этому администрация выделила весьма просторное помещение, и поэтому экспозиции воспринимаются достойно. Музей за 20 лет как бы перемешался по райцентру из одного здания в другое, были приспособлены и прочее. Но вот наконец-то в 19-м году, в конце года, музей как бы вернулся в родную гавань, потому что музей – это и есть учреждение культуры, которое и должно быть. И вот оно в районном доме культуры по-старому, если, или Центр культуры Идосу-Градуга. Я думаю, это постоянное место музея. Музей разделен как бы на три части. Первое – это крестьянский дом. Мы заглянем в этот дом. Зал боевой. Вот этот сектор. И трудовой славы. И следующий зал – это история района. История. Есть там Ленинский уголок у нас. Неопытному зрителю может показаться, что крестьянский быт показан здесь несколько хаотично. Однако тот, кто помнит хозяйство начала середины 20 века, поймут, что конская упряжь, например, не свалена в кучу, а лежит так, как обычно хранилась в крестьянском сарае. Лично мне это сразу напомнило старую загадку, которую загадывал мне дед, когда по весне чинил сани. Два кума-бакума, две кумы-настасии, пять филелеев и десять андреев. Эта загадка полностью описывала классические крестьянские сани. Следующим пунктом съемок Симбирской кругосветки стало село Нижняя Якушка, где расположен дом-усадьба крестьянина Малова. Построена усадьба в конце 19 века. Это дом – памятник культуры. Здесь жил крестьянин Малов Федор Иванович. Строил он этот дом вместе со своим отцом в конце 19 века. Постройка конца 19 века. В 30-х годах советской власти семья была раскулачена и выселена из этого дома. Их, ну, как по рассказам местных жителей, вывели, это было осенью глубокой осенью, вывели в том, что они были. Даже валенки якобы сняли с них, на нем были. Федор Иванович обиделся очень, конечно, глубоко это его задело, и он ушел. Куда ушел, никто не знает. И с тех пор его никто не видел. У них было две дочери, не замужние еще, остальные были замужем уже. Анастасия и Александра. С матерью они остались в деревне, жили в деревне. Потом они тоже вышли замуж. Внучка Анастасии сейчас предъявила права на дом. Поэтому посетить его туристу не удастся. Нам неизвестно о ее планах. Хотелось бы, чтобы там возник частный музей, подобный виденному нами в Меликесском районе. Мы обязательно покажем его в следующем выпуске Симбирской кругосветки. На наш взгляд, здесь получился бы хороший музей крестьянского быта, который в любом другом месте смотрелся бы не так аутентично. Даже снаружи дом поражает хозяйственной компактностью и добротностью постройки. Осмотрев дом, мы двинулись дальше. Преодолев опасные участки дороги, выехали на северную окраину села Средняя Якушка, где находится гидрологический памятник природы – Утиное озеро, которое представляет собой заросшую старицу реки Большой Авраль. Большая часть озерной впадины сильно заросла тростником и рогозом. Отдельными пятнами встречается камыш озерный, все виды осоки. Кроме того, здесь произрастают и другие водно-прибрежные растения. По словам жителей, на озере встречаются редкие виды птиц – серощокая поганка, большая выпь, гоголь и лебеди-шипуны. Однако все они будут здесь летом. Очень советуем заглянуть в этот уголок Ульяновской области. Наталья Прохорова, представитель администрации, не зря в самом начале описания района отметила, что здесь живут особенные люди. Памятником людской чуткости и умению работать выступает Церковь Рождества Христова в селе Верхняя Якушка. История ее возрождения вдохновляет. В 1958 году ее начали ломать, эту церковь. А так она была в 40-х годах. Она была как здесь, как спиртзавод. Это старая церковь была на этом месте. Вот буквально вот эта стена, вся фундамент стоит на старой, прям вот этой, на старой, прям этой фундаменте просто поставили. Ну и в 2014 году на сходе граждан всего, на все наши деревни, ну решили как-то начать строительство нашей. Значит, сначала мы хотели просто, ну маленькую церковьшку такую вот, часовинку сделать. Ну а потом вот как-то определились и начали уже. И в каком году уже построили? В 2016 году уже пустили, за два года построили. При строительстве храма жителям всегда, по их словам, помогал Бог и добрые люди. Стройка не простаивала. Помогали администрация, окрестные хозяйства и предприниматели, спонсоры. Причем никто из них ничего не требовал взамен. Помощь, говорили они, от души. Поэтому афишировать ее не надо. Тем не менее, прихожане помнят и молятся за каждого, кто так или иначе участвовал в постройке храма. Водушевленный этим примером людского неравнодушия, мы отправились в село Старая Бесовка, где, по слухам, нас ждала какая-то особенная легенда. По дороге мы заглянули на один из родников. К сожалению, дорожная инфраструктура не позволяет свободно путешествовать по району в условиях весенней распустицы. Поэтому в этот раз новомалоклинская природа осталась за кадром. Село Старая Бесовка известно с XVIII века. В веке XIX отсюда свой просветительский путь начал Авксентий Филиппович Юртов. Человек, чей вклад в развитие мордовского народа пока еще оценен недостаточно полно. Он преподавал вселенной ирзянском языке, создал первый мордовский букварь на основе кириллицы. Возле современной школы до сих пор растет аллея сосен, посаженная им вместе с учениками. Кстати, в Старобесовской школе до сих пор идет преподавание на языке эрзя. Правда, теперь добавился и татарский. В школе есть интересный музей. Музей наш, комплексно-краеведческий, он создан в 1996 году и имеет два отдела. Это этнографический отдел и отдел боевой славы. Этнографический музей, в свою очередь, делится на два раздела тоже. Татарская культура и мордовская культура, так как на территории нашей школы изучаются два языка, две культуры. Подвозят с Старого Сантимера детишек, которые татарский изучают, а у нас тут мордовский изучаем. Поэтому вот два отдела. Ну, здесь у нас собранный материал с нашего села. Жители помогали, наши ученики собирали, учителя. Музей в школе достаточно давно, но до сих пор пополняется. Школа поддерживает отношения с внуком Юртова, который помогает приумножать коллекцию. Здесь можно увидеть предметы быта, одежду. Однако основным можно считать все связанное с личностью Юртова и предание об основании села и становлении православия. Вот легенда о строительстве первой церкви. Расскажите об истории вашей церкви. Она какая-то необычная. Да, необычная и очень страшная. Давным-давно строили в деревне нашей церковь. Но она не строилась. Строили, она ломалась. Строили, она разрушалась. И тогда старейшины собрали совет и решили, что же нужно сделать, чтобы строилась церковь. Порешили на том, что нужно принести жертву. И жертву не животного какого, а именно живую душу, невинную девушку. На том порешили. А кого заложить под церковь, фундамент, стали кидать жребий. Жребий выпал на двух братьев. Ну, конечно, этим братьям жалко было своих дочерей отдавать. И они решили выкрасть девушку из другого мордовского села. И вот они поехали в соседнюю Самарскую губернию там. И выследили девушку из села Тамылкино. Девушки гуляли в лесу, наверное, за ягодами. Они поймали одну самую красивую и привезли. Это была девушка с Нальтем. Ее привезли, но не сказали, для чего ее привезли. Обмывали в бане, красиво расчесывали, одевали. Она все спрашивала, зачем вы меня украли, хотите, наверное, выдать замуж. Потом ее повели к церкви, сломали ей позвоночник и заложили вниз. Как бы посадили. Она долго там еще издавала звуки и проклинала бесовцев. Потом, когда уже заложили ее, все, фундамент заложили, приехали ее родители по следам. И тоже проклинали жителей Старой Бесовки. Чтобы действительно эти проклятия как бы сбывались. Через какое-то время, несколько лет спустя, уже сгорело почти полностью село наше. Она также предсказала, чтобы в селе не водилось ни одной лошади. Действительно, лошади вывелись в селе со временем. И на данный момент вообще ни одной лошади нет. Но потом жители решили просить прощения, что ли, у Снальтё. И поставили крест на кладбище. И каждый год они приносят туда жители, старые люди, которые историю эту еще помнят, приносят, значит, еду и поминают Снальтё. И вот в последние годы приезжает батюшка из Александровской церкви с нашего прихода. И вот служит, как бы, панихиду о Снальтё и о всех усопших. Таким образом. История, конечно, страшная. То, что предание сохранилось в таком виде, это культурный феномен, достойный пристального изучения антропологами, этнографами и фольклористами. Тем более, что с текстом связан целый комплекс суеверий и обрядов. Даже сейчас обращение к Снальтё для жителей не выглядит чем-то необыкновенным. В этом месте находятся основные вехи истории села Старая Бесовка. Прямо за моей спиной располагается поклонный крест, установленный на месте старой церкви. По преданию, в фундамент этой церкви когда-то замуровали девушку Снальтё. И здесь же мордовский просветитель Юртов только почти на сто лет позже посадил со своими учениками сосны. И эти сосны тоже стоят здесь и поныне. За моей спиной крест с той самой злополучной церкви, под которой замуровали по преданию девушку Снальтё. И сюда приходят поселяние, если вдруг на село спускаются какие-то несчастья. Пойдёшь с кота или засуха, сюда приходят молиться и обращаются к девушке Снальтё. Как и всегда, вечер заставил собирать аппаратуру и отправляться в редакцию. Хотелось бы поблагодарить людей, кто очень помог сделать десятый выпуск «Кругосветки». Спасибо Виктории Меметовой за предоставленную первичную информацию о Новомолоклинском районе. Коллективу районной газеты «Звезда» и администрации Новомолоклинского района за сотрудничество. Коллективу школы «Села Старая Бесовка» за помощь в сборе информации об истории села. Совсем скоро дороги подсохнут, а природа расцветёт. Мы очень любим наш регион и ещё не раз покажем вам, как он прекрасен. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok